Уже завтра будут оглашены результаты государственного аудита работы Министерства экологии за последние два года. Скорее всего, тогда-то и станет понятно, как и на что расходовались бюджетные деньги, и почему ведомство оказалось не готово к лесному пожару. В то же время, сегодня в Сенате главный аудитор страны Наталья Годунова сообщила и о том, что после ЧАЭС в Абайской области Минэкологии, возможно, проверят еще раз. Не исключено, что дополнительный аудит нагрянет и в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Все подробности у Азизы Исабе. Пожар в Абайской области сейчас главный вопрос в повестке едва ли не каждого заседания в высоких столичных кабинетах. Вот и сенаторы сегодня не оставили трагедию колоссального масштаба без своего внимания. Депутат Бибигульжик Симбай вспомнила прошлогодний пожар в Костанайской области, после которого глава государства поручил правительству сделать все, чтобы подобного рода бедствия не повторялись. Однако полыхающий резерват семей Ормане показал, что Кабмин, его глава и региональные власти должных мер так и не предприняли. По словам Жиксимбай пожарные лесничьи так и не наладили должное взаимодействие между собой. Проблему с техникой тоже не решили. Материальная оснащенность МЧС и Минэкологии не дотягивает даже до 70%. При этом основная часть авто- и авиапарка выпущена в прошлом веке. Нехватку сегодня признали и в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Замминистр Ибрагим Куршимбаев заявил, что обо всем этом и без того было известно. Но денег правительство так и не выделило. Самолетов нет, потому что на это деньги мы запрашивали, не предусматриваются, поэтому мы еще не купили самолет. У нас только на сегодняшний день 33 вертолета, которые имеют водосливные устройства. Но из этих 33 порядка 16 тяжелые техники, которые могут тушить пожары. Остальные для поисковых работ, для разведки. Всего, по словам вице-министра, в МЧС имеется 3200 единиц спецтехники. До положенной нормы не хватает еще 400. Сейчас в ведомстве думают над тем, как и на какие деньги в ближайшие 3 года закупить все недостающее. Ведь на это необходимо больше 600 миллиардов тенге. Сейчас в Абайской области, по словам Куршимбаева, задействовано 13 вертолетов. Из них лишь 5 принадлежат МЧС. Остальные предоставили Минобороны и КАЗ-Авиаспас. При этом, по словам уже сенаторов, оснащенность Министерств по чрезвычайным ситуациям и экологии, которые сейчас непосредственно задействованы в тушении пожаров в Абайской области, это лишь часть проблемы. Кроме того, существует нехватка пожарных подразделений, государственной противопожарной службы. Сегодня заработная плата пожарных с учетом последнего повышения составляет всего 180 тысяч тенге. Это для пожарных спасателей, работающих до года. Я не говорю о зарплате работников лесных и природных учреждений. У них еще меньше. Получается, те, кто работает с высоким риском для жизни и здоровья, получают такие небольшие оклады. Действительно ли денег на технику не выделяли, справедливо ли оплачивать труд пожарным и лесничим и куда уходят бюджеты двух ведомств? Все это скоро будет раскрыто. В высшей аудиторской палате сегодня сообщили, что уже завтра обнародуют результаты проверки Министерства экологии. А совсем скоро завершат аудит МЧС. И, возможно, из-за лесного пожара в Абайской области, который достиг колоссальных масштабов, финансово-хозяйственную деятельность обоих ведомств изучат повторно. По рассмотрению итогов аудита Министерства экологии, я думаю, что мы будем обсуждать. У нас не законченный аудит по Министерству чрезвычайных ситуаций. Может быть, мы примем какое-то дополнительное решение, учитывая вот эти вот пожары в Кустанайской области в прошлом году, в Абайской области в этом году, не готовность МЧС и Минэкологии. Возможно, мы примем решение о необходимости проведения дополнительной проверки. Человеческий фактор – халатность должностных лиц или природное возгорание. Следствие продолжается, а сам пожар еще не ликвидирован. Поэтому даже предварительную сумму ущерба сегодня назвать не смог и министр финансов. Жамоваев заявил, что расчеты можно будет сделать только после того, как полностью потушат все очаги тления. Восстанавливать флору и фауну будут из резервов правительства и местных исполнительных органов. Председатель Сената сегодня заявил, что пожар в Абайской области наглядно показал неэффективность системы реагирования на чрезвычайные ситуации в стране. А те, на ком лежит ответственность, не извлекли уроков из прошлогоднего пожара в Кустанайской области. По словам Маулина Ашимбаева, если бы подобное произошло впервые, то виновным можно было бы рассчитывать на некоторое снисхождение. Но это совсем не тот случай. Наводнения, взрывы на военных складах и в шахтах, а также масштабные природные пожары. Что ни год, то трагедия. Азиза Исабай, Солхан Саминбетов, Айбол Садуов, Столичное бюро, КТК.